Традиционно во время школьных каникул проходит всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди детских дворовых команд. Календарь соревнований построен таким образом, что дает возможность всем школьникам принять активное участие в играх. С началом лета на Кубани стартовал крупнейший футбольный турнир для детей. Главный трофей, который достанется победителю – Кубок губернатора. Соревнование проходит среди дворовых команд во всех муниципальных образованиях края. В нашем районе в нем примут участие все юные футболисты. Торнир проходит в четыре этапа в трех возрастных категориях. Он позволяет выявить талантливых ребят, да и в целом занять их полезным и интересным делом в летний период. Я занимаюсь футболом уже 8 лет. Мне очень нравится заниматься футболом, потому что это скорость, быстрота. И когда мы сейчас двигаемся с командой хорошо, мы на Кубке губернатора выиграли уже две игры, и я забил 8 голов. По накалу страстей и мастерству юных футболистов, игры на Кубок губернатора ничуть не уступают чемпионату мира по футболу. Каждая команда борется до последнего, показывая все свое мастерство. И стоит отметить, что футбольная лихорадка захватила не только мальчишек. В составе команд много и девочек, которые также любят эту красивую и динамичную игру. Я очень люблю футбол и участвую в турнире в команде спортшколы «Изумруд». Мне это очень нравится, игра очень интересная. Я надеюсь, что наша команда сегодня выиграет. В возрастной группе 2010-2011 годов рождения за выход за анальный этап соревнований приехали побороться 13 команд, которые стали лучшими в своих поселениях. Наше поселение очень спортивное. Мы стараемся везде участвовать, в различных соревнованиях. Также мы участвуем в соревнованиях по месту жительства, так как у нас имеется физкультурно-спортивный клуб «Эдельвейс» на территории поселения. Также у нас занимаются спортом различного возраста ребята. Вот мы сегодня приехали на всекубанские турниры по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Конечно, хочется победить, но мы всегда просто принимаем активное участие, там уже как будто. Ребята у нас спортивные, поэтому стараемся. По итогам всех игр первое место завоевала детская футбольная команда Петровского сельского поселения. На втором месте детско-юношеская спортивная школа «Виктория». Бронза у юных футболистов из 4-го лицея. Командам-победительницам предстоит сразиться в зональном этапе соревнований. Анна Монастаренко, Георгий Калинин. Программа «События».